Рад приветствовать вас на нашем форуме. Я хочу благодарить Европейскую школу онкологии за приглашение выступить с докладом в рамках конференции. Я пытаюсь, чтобы она была как минимум не в два раза хуже, чем предыдущая лекция Давида Георгиевича. И я также попытался сделать слайды на английском языке, я буду говорить на русском языке. И некоторые важные слайды здесь также представлены на русском языке. Давайте начнем. Я представляю Институт онкологии имени Петрова и также Университет Тампора. Небольшой обзор, из чего будет состоять моя лекция. Я расскажу немножко о теоретических основах скрининга, и потом мы обсудим непосредственно скрининг рака легкого. Популярный до сих пор в России это скрининг рака легкого с помощью рентгена или флорографии. Мы обсудим, почему такого скрининга не должно существовать. И потом перейдем уже к компьютерной томографии и разберем всевозможные аспекты скрининга с помощью компьютерной томографии. В основном все мои данные и ссылки это два основных исследования. Это исследование, которое было проведено в Америке, НЛСТ. Исследование, которое проводится и завершается сейчас уже через год. Уже был опубликован результат исследования Нелсон в Голландии. И не только Голландии, в Европе. И некоторые слайды будут из тех данных, которые мы получили в результате небольшого исследования. Около 300 человек, которые мы привели в Самаре и Хантамансийске. Но это больше примеры того, что вы можете найти при скрининге. Первое и самое важное – это критерии эффективного скрининга, которые еще в 60-х годах были разработаны учеными Уилсом и Юнгером. И которые до сих пор приняты в ВОЗ. В той или иной форме они публикуются в каждом обзоре скрининга любой нозологии. И важно, чтобы они подходили для этой нозологии, чтобы скрининг был более-менее эффективен и внедрен в системе здравоохранения. Если кратко перечислить, это заболевание – значимая проблема здравоохранения. Я думаю, что мы все поняли это из лекции Давида Георгиевича. И думаю, что здесь вопросов нет. Развитие заболевания изучено. Ну, плюс-минус – да. Изучено развитие рака легкого. У заболевания есть ранние стадии. И вмешательство на этих ранних стадиях более эффективно. Диагностический тест широко доступен. Тест приемлем для выявления на ранних стадиях. Что касается ранних стадий, то понятно, что даже в Санкт-Петербурге выживаемость пациентов на ранних стадиях выше, чем на поздних стадиях. Логично, что предположить, что если мы будем выявлять ранние стадии, мы будем их больше пациентов вылечивать. И еще критерии. Есть определенные интервалы между скринингом. По результатам скрининга проводятся адекватные лечебные вмешательства. Тест приносит больше пользы, чем вреда. У теста адекватная стоимость, и мы это еще отдельно обсудим в презентации. И тест проверен в, самое главное, контролируемых рандомизированных исследованиях. Теперь, почему вообще надо проверять, исследовать скрининг в рандомизированных контролированных исследованиях? Существует несколько ошибок, а некоторые из них специфичны для скрининга. И вот представьте себе, что эти две линии – это две вселенных. В одной скрининг мы проводим, а в другой мы не проводим скрининг. И первая ошибка – это ошибка продолжительности или length time bias. Когда мы… Ну, представьте вселенную, где нет скрининга. У нас появилась опухоль, появились симптомы, мы поставили диагноз и вылечили пациента. Все в порядке. Теперь представьте, что мы во вселенной, где мы проводим интенсивный скрининг. У нас появление опухоли, но благодаря тому, что у нас есть скрининг, мы выявили эту опухоль раньше. Но никак судьба от этого пациента не изменилась, потому что мы его также вылили, провели лечение, он выздоровел. И в итоге конечная точка – это выздоровление в обоих случаях. Если мы будем оценивать выживаемость, например, то мы выживаемость здесь засечем от точки симптомов. Здесь мы засечем от точки диагностики скрининг. Поэтому выживаемость вот этого больного в этой вселенной будет выше, чем в этой. Таким образом, если мы будем оценивать только выживаемость, мы получим, что скрининг эффективен. Хотя на самом деле никаких данных за то, что он эффективен, нет. Ошибка опережения, когда заболевание выявляется раньше, исход заболевания при этом не меняется. Это другой крайний пример. В одной вселенной появляется опухоль, появляются симптомы, мы лечим, но, к сожалению, пациент умирает от рака. Мы проводим скрининг, мы проводим лечение, мы проводим лечение дольше, потому что мы выявили опухоли раньше, но при этом пациент все равно умирает от рака. Таким образом, никаким образом исход не изменился. Но, опять-таки, выживаемость будет больше, лечили мы его дольше, даже денег потратили дольше, а исход никак не поменялся. Чтобы это проще представить, есть концепция, что есть медленно растущие опухоли и быстро растущие опухоли. Представьте, есть такая сказка, известная про кролика и черепаху. В этом конкретном мультфильме черепаха их в сказке побеждала. Но если так представить, что вы стоите на этой трассе, и вот мимо вас вы отвлекаетесь, мимо вас может пробегать кролик, а может проползать черепаха, естественно, вероятность того, что вы заметите черепаху, будет больше, чем то, что пробегающего быстро кролика. С другой стороны, у кого больше вероятность добежать до финиша, то есть до неблагоприятного исхода, наверное, у кролика, чем у черепахи. И мы еще к этому вернемся уже из данных конкретного исследования. И есть самый крайний случай, это ошибка гипердиагностики, когда мы выявляем те опухоли, которые никогда в параллельной вселенной не стали бы причиной смерти от рака. Другие ошибки, присущие любым эпидемиологическим исследованиям, я не буду на них подробно останавливаться, но можно все напутать, если мы будем делать нерандомизированные контролируемые исследования хорошего качества. Поэтому что нам нужно сделать? Рандомизированные исследования, контролируемые исследования, и нам нужно оценивать смертность как исход этого исследования. То есть мы должны считать количество смерти от рака. Еще лучше это считать, в принципе, смертность от всех причин. Важно понимать, и это многие забывают, что скрининг это не только преимущество, это еще и неблагоприятные какие-то последствия. Мы можем выявлять те, у нас будут позитивные результаты, но они будут ложноположительными. И мы будем делать излишние операции биопсии и так далее. Мы можем выявлять ложно-отрицательные результаты, когда мы не найдем, если, предположим, некачественно, или делаем КТ, или доктор не увидел на КТ какой-то узел, мы можем дать пациенту ложное представление о том, что у него нет опухоли, он спокойно живет, у него появляются симптомы, он не обращает на них внимания, и в итоге это оказывается запущенной стадии, которой мы уже никак не можем помочь. Психологический стресс и, естественно, стоимость скрининга, которую мы опять-таки обсудим. Вот простая схема, она, я думаю, предложена во многих странах, у нас в стране ее предложил Роберт Иванович Вагнер, когда обсуждалось еще много-много лет назад, более 50 лет назад, скрининг с помощью рентгена или флорографии, как сейчас, что есть стадия, когда нет ни рентгенографических симптомов, ни, в принципе, симптомов у пациента, признаков. Следующая стадия, когда появляются симптомы рентгенографические, но еще нет признаков рентгенографических, но нет еще симптомов. И как раз в этот момент нам нужно и поймать, собственно говоря, опухоль. И следующая стадия, это когда есть и признаки на рентгене, и симптомы, и это уже слишком поздно, как мы представляем. И, собственно, это была основой для исследований скрининга с помощью рентгена. Какие плюсы? Это относительно простой метод, относительно безопасный, относительно. И еще можно выявлять туберкулез. Какие минусы очевидны? Это субъективная интерпретация снимков и проблемы с выявлением узлов менее 1 см. Это все, что было перед началом исследований. Данные, опять-таки, из Ленинграда. Что вообще происходило с заболеваемостью раком легкого и туберкулезом? Изначально туберкулез в 60-е годы был большой проблемой. И флюорография была направлена на выявление туберкулеза. Врачи-онкологи, которым направляли пациентов в тезиаторы, обратили внимание, что флюорография еще и выявляет рак легкого. А также с годами распространенность туберкулеза падала, заболеваемость туберкулеза падала, а рака легкого, наоборот, росла. И в определенный момент рака легкого стала выявляться при флюорографии больше, чем туберкулеза. И вот, собственно, это говорит, что выявляемость, именно то слово «выявляемость» рака легкого с помощью флюорографии в Санкт-Петербурге выросла. Начиная с 60-х годов, с каких-то мизерных значений до более чем 30% уже поступало. Но, и это принципиально понимать, никак это не отразилось на смертность от рака легкого. Как у нас была заболеваемость и смертность, которые шли вместе, так это и продолжается, на самом деле, до сих пор. Никак это не повлияло на смертность. Это самый главный вывод. Флюорографический скрининг никаким образом не влияет на смертность. И, собственно, и это было показано аж в, если я не ошибаюсь, шести рандомизированных исследованиях, которые были проведены в 60-е годы. И, собственно, это метаанализ. И все у нас, никаких различий между контрольной группой и группой, которая получала обследование с помощью ренинографии, будь то ренинографии, ренинографии, эсцитологии, не было. Но если нам этого недостаточно, было еще одно исследование PLCO, уже более современное исследование, которое показало тот же самый результат, сравнивался рентген и стандарт, ну, никакого обследования. И, собственно, из этого же исследования, опубликованного в 2011 году, никаких различий между группой контрольной и группой обычного наблюдения, группой, где проводился скрининг, группы обычного наблюдения не было. Хорошо, я не буду останавливаться на этом вопросе, потому что я не специалист в области туберкулеза, но мне кажется, что рентген не особо эффективен при скрининге туберкулеза. Есть куда более, есть другие методы сирологической диагностики, и, опять-таки, это инфекционное заболевание, здесь немножко другая природа, и я не думаю, что имеет смысл скринировать пациентов, как у нас это сейчас делается повсеместно с помощью флюорографии. Тем более, заболевание с туберкулезом она не такая большая, как была в 60-е годы, чтобы делать рентген или флюорографию всем поголовно. И, опять-таки, флюорография – это не просто так, флюорография – это определенный риск, это лучевая нагрузка, и чем больше мы наделаем флюорографии, тем больше риск развития. Да, это, я думаю, нужно объяснять и объяснять много-много раз. Компьютерная томография. И, да, были предварительные когортные исследования, но на самом деле эра компьютерной томографии началась после публикации результатов исследования НЛСТ. И это критерии включения в это исследование возраст от 55 до 74 лет. Один к одному были поделены группы. В одной группе это была низкодозная компьютерная томография, в другой – рентген. Курильщики более 30 пачка лет. И набор проходил в 2002-2004 году. Положительным считался узел более 4 мм. И результаты. Все, наверное, видели уже когда-то этот слайд о том, что количество смертей в группе с низкодозной компьютерной томографией было ниже, чем количество смертей в группе с простым рентгенографией. Но, опять-таки, даже было снижение, что нечасто встречается в исследовании скрининга, смертности от всех причин на целых аж 6,7%. Есть обновленные данные, результаты НЛСТ. Это обновленный анализ, опубликованный в 2013 году. Там не написано прямо так явно, но на самом деле из 20% на данный момент осталось 16. То есть 1 минус 0.84, снижение риска на эту величину. И получается, что у нас снижение риска на 16%. В первом публикации было 20. Это не меняет принципиально ничего, но просто, чтобы оперировать более точными данными. Это не единственное исследование скрининга. Было несколько европейских исследований. Там было меньшее количество человек, участников, но, тем не менее, исследователи в определенный момент собрались и решили, что все-таки это НЛСТ не отвечает на все вопросы, связанные с скринингом. Поэтому исследование нужно продолжать, но пока нет данных за проведение каких-то скрининга населения вне исследований. И вот другое исследование, второе крупное исследование, Нельсин, которое проводится до сих пор в Нидерландах. Исследования, в отличие от НЛСТ, в контрольной группе не проводились никаких обследований, были даны только рекомендации по отказу от курения. И второе отличие НЛСТ, это то, что использовался объем, а не диаметр узлов. То есть рассчитывался объем, и рекомендации по наблюдению за узлами были рассчитаны, исходя из объема… Монитор выключился, можно? Ну, чтобы говорить еще, это не единственное исследование, которое проходит в Европе. Есть исследование Данте, и если уж быть совсем откровенно, в этом исследовании не показано преимущество пока низкодозной компьютерной модернографии. Но исследователи говорят, что речь идет о объеме выборки, то есть количество участников там небольшое. Чтобы показать различия, возможно, этого недостаточно. В любом случае, данные всех европейских исследований будут в дальнейшем объединены и посчитаны вместе. Следующий вопрос. Что мы, собственно, находим при низкодозной компьютерной томографии? Я думаю, что если вы работаете в тракальной онкологии или связаны с раком легкого, вам приходится разглядывать снимки компьютерной томографии. И вот это примеры из тех снимков, которые мы получали в ходе нашей работы. И вот именно такие узлы мы можем находить, такие маленькие узелки, при сканировании с помощью низкодозной компьютерной томографии. Вот другой пример. Вот здесь маленький есть отежок, и здесь очень-очень маленькие все эти узлы. На самом деле сложно определить по одному скану, потому что есть еще сосуды, которые отсюда кажутся узлами. На самом деле нет, это сосуды, есть бронхи. И нужно быть рентгенологу очень внимательным, чтобы не пропустить эти маленькие узелочки. Или вот пример. Вот здесь такой маленький узел. Если будет доступна презентация, можете тренироваться, искать узлы. И вот это, например, все сосуды. Сколько таких узлов выявляется? Очень-очень много. Есть разные исследования, выявляются до 50% участников, выявляются узлы. В эпоху, когда у нас не была доступна компьютерная томография, мы не знали, что происходит в легких у большинства людей. Когда у нас появилась компьютерная томография, мы стали видеть намного больше. И оказывается, тем более у курильщиков в пожилом возрасте, наверное, что неудивительно, много образований в легких. И дальше вы увидите, что это за образование. Опять-таки, что касается исследований, смотря, что считать пороговым значением размера узлов. Если мы будем считать пороговое значение 0 или считать все узлы, которые мы увидим, любого размера, то их, естественно, доля их будет больше. Если мы будем порогом, например, считать 5 мм, то, естественно, их количество, их доля будет меньше. Например, исследование Нелсон. Узлы вообще выявлены у 50% пациентов. Но мы помним алгоритм, который израсчитывал объем узла. Мы помним, что определенный объем не считается позитивной находкой. Поэтому около 80% это отрицательные находки. Есть у них еще раздел промежуточный. Это тоже отличие от исследования американского. Из промежуточных при повторном обследовании, неинвазивном, около 97,5% это тоже негативный. В итоге доля позитивных от первой группы всего меньше 2%. Вторая группа – это чуть больше 2%. И из этих всех позитивных только 30% это опухоли легкого. То есть можете представить, как нужно отсеивать пациентов с узлами. Для этого и пишутся диагностические алгоритмы в этих исследованиях. У нас в исследовании в Самаре тоже было немало. Я не думаю, что российская популяция чем-то отличается курильщиков от курильщиков всего мира. Мы выявили, что около 40% пациентов есть какие-то образования в легких. Следующий момент – это что мы выявляем. В основном, именно уже поговорим о раке легкого, злокачественном поражении. В исследовании Нейлсона это были в основном раки выявлены при скрининге, при скрининговом обследовании. Но были опухоли, которые выявлялись между скрининговыми обследованиями. Так называемые интервальные раки. Они всегда есть и будут в любой программе скрининга. И это не всегда вина рентгенолога, который изучает снимки. Вот почему вспоминаем картинку с черепахой и кроликом. И помним, что есть медленно растущие опухоли, есть быстрорастущие опухоли. И посмотрим, какие опухоли были интервальными раками, какие опухоли были выявлены при скрининге. Чаще выявлялись поздние стадии среди интервальных раков. Это чаще был мелкоклеточный рак. Мы знаем, что Нейлсона 20% по сравнению с 4% тех опухолей, которые выявлялись при скрининге. Я, наверное, карциномы являюсь намного чаще при скрининге, чем среди интервальных раков. У нас в России тоже не было так. Во всяком случае, то, что мы получили данные при последующем наблюдении пациентов, только 5%, порядка 5% были выявлены реальные опухоли. Из всех 300 человек, которых удалось сделать низкодозную компьютерную томографию. Следующий вопрос. Можем ли мы как-то понять, узел злокачественный или доброкачественный, просто увидев этот узел? Личное исследование в Канадской опубликовано было в 2013 году, что мы можем взять много прогностических факторов, которые включают и особенности узла, и особенности самого пациента, и объединив их всех в определенном алгоритме. Мы можем посчитать, какова вероятность того, что тот узел, который мы видим, является злокачественным, а какая вероятность, что он не является злокачественным. Но в итоге самое важное – это, конечно, размер узла. Чем больше узел, тем больше вероятность того, что это опухоль, то, что это рак легкого. И уже появляются и вовсю используются автоматизированные системы, причем это уже два этапа. Если первый этап, он доступен был давно, когда система сама ищет вам узлы в легком, чтобы вы ничего не пропустили. Вторая, правда, она ищет не только узлы, иногда находит, но это проблема уже системы. Вторая, уже современные системы могут каким-то образом классифицировать эти узлы, то есть помогать специалисту. Но пока, естественно, без специалиста никак не обойтись, который глазом должен все это проверить. И вот исследование, которое было опубликовано уже в июне, буквально несколько недель назад. Это исследование, опять-таки, Нелсон. Здесь рассказывается нам не о тех узлах, которые выявлены при первом раунде обследования, а те узла, которые появились на втором, третьем и втором, и третьем раунде обследования, то есть новые узлы. Их не было у пациента, они появились. И здесь, опять-таки, по данным исследователей, они ввели новое разграничение объема, то есть какой объем считать тем объемом, после которого высока вероятность, что этот узел действительно является раком легкого. И для вот этих новых узлов, на самом деле, это не 50 мм, а хорошо бы использовать 27 мм. Хорошо, мы выявили узел в легком. Что делать дальше? Тем более, что столько из них, они могут быть доброкачественными. Мы не можем, естественно, прооперировать всех этих пациентов. Что делалось в исследовании НЛСТ? Практически всем пациентам это повторное обследование. Как правило, это либо рентген, либо это компьютерная томография повторная в большинстве случаев, либо это даже исследование ПЭТ-КТ. И чаще, естественно, это проводилось в группе, у которых больше подозрений, или был в дальнейшем подтвержден рак легкого. Обратите внимание, что только у 36% было выполнено биопсия. Мы знаем, что опухоли наружной локализации первое, что сделает врач, это сделает биопсию образования, чтобы подтвердить, злокачественное или незлокачественное. С легким большие проблемы, потому что узел находится в грудной клетке. Чтобы получить материал, нужно пройти стенку грудную, войти в плевральную полость и много чего можно натворить. Но в одном из исследований, это одно из исследований нервномизированной ИЛКАП, все узлы более 15 мм отправлялись на биопсию. И биопсия, на самом деле, не вызывала трудностей практически во всех этих случаях. Удалось получить достаточный материал у 62 из 82 пациентов. Это очень хорошо. И на самом деле, в специализированных учреждениях выполнение транстракальной биопсии возможно и даже необходимо. Вот пример работы из нашего учреждения. Работа выполнялась в онкоцентре у нас в Санкт-Петербурге. И, естественно, чем был больше узел, тем была большая вероятность получить материал из узла, что, в принципе, логично. Но размеры узла никак не влияли на нежелательные явления, что тоже, наверное, логично. Основными и желательными явлениями это был пневмоторакс, который в большинстве случаев в меньшем количестве случаев требовал дренирования и разрешался. Было кровохарканье, был антилактический шок, кровотечение. И чем дальше узел находился от паритальной плевры, тем больше было осложнение. Когда узел был у корня легкого, понятно, осложнение больше, потому что иглой нужно пройти все легкое, дойти до корня, повредить много сосудов, еще куда-нибудь, найти буллу, разорвать эту буллу. И логично, что осложнением больше. Но, если мы возьмем исследование Нейлсона, результаты исследования, большинство узлов, которые выявляются, они как раз периферические. Поэтому такой диагностический алгоритм при скринировании рака легкого, в принципе, может быть оправдан. И если мы это все наложим, мы получим, что эффективность, в принципе, не особо меняется в зависимости от того, где мы делаем биописию. Но да, осложнения растут, но при этом количество узлов больше всего именно в периферических отделах легкого. Хорошо. Мы провели исследование. Замечательные исследования. Насколько они подходят нам? Насколько они подходят обычному населению? Ну, во-первых, надо понимать, что, естественно, исследования, высококачественные исследования, это не программы скрининга, которые внедряются в население. Это разные вещи. Потому что участники исследований и участники обычных программ скрининга простого населения сильно отличаются. Это было показано в исследовании Нелсон. В исследовании конкретно Нелсона они более физически были здоровы. По другим аспектам они были моложе, они больше занимались физической активностью, они были более образованы, и они лучше бросали курить. Но смертей, на самом деле, и это не сильно объяснено в этой публикации, было больше почему-то в контрольной группе участников исследований, а не тех, кто необычного населения, которые отказались участвовать в этом исследовании, но их смогли узнать, что с ними было. Все. Мы провели исследование. У нас есть данные НЛСТ. Скриннинг эффективен. Замечательное снижение смерти на 20%. Что дальше? Первое, что мы видим, это гайдлайны. Например, НСС опубликовали и полностью взяли критерии включения-выключения в исследование НЛСТ, и теперь рекомендовали проводить скрининг только так и никак иначе. Есть еще другая организация в Америке, US Prevention Tax Service Force, USPSTF, которая дает рекомендации по скринингу. И эта организатор решила провести еще исследование, чтобы посмотреть, а это оптимальные критерии для программ скрининга или нет. И было задействовано много медицинских учреждений, было сложное математическое моделирование. Были разработаны несколько сценариев скрининга. Это возраст начала скрининга, возраст окончания, интенсивность курения, например, и количество лет, после которых пациент бросил курить. То есть, например, вот этот сценарий, мы проводим программу скрининга пациентов 60 лет, до 80, 40 пачка лет, и пациенты, которые после 10 лет бросили курить, туда не включаются. Много сценариев, разная эффективность. Смотрели, сколько мы предотвращаем раков и сколько мы при этом должны делать еще обследования. И построили такую кривую, и эта кривая, по этой оси у нас смертность, по этой оси у нас количество скрининга, и вот это оптимальное. И вот эта точка, это исследование на ЛСТ, и она, это не оптимальная точка. Поэтому стали искать ближайшую точку, которая будет оптимальной, нашли ее на этой кривой, 55-80 лет. И в итоге мы видим, что публикация уже следующих рекомендаций, я думаю, они играют решающую роль в Соединенных Штатах при решении, кому назначать скрининг, уже включают не 75 лет, а 80 лет. Потому что посчитали, что это оптимальнее, чем то, что было предложено в НЛСТ. И в этом году, например, вышло исследование, что я чуть-чуть уже заканчиваю, и в конце немножко покажу эти данные. Но смысл в том, что и вот эти рекомендации тоже могут быть неоптимальными. Вопрос, почему они могут быть неоптимальными? Потому что в разных группах эффективность скрининга может отличаться. Это было показано в исследовании НЛСТ, например. Например, у женщин оказалось, что различия между группами больше, чем у мужчин. Это один из примеров, что может влиять на эффективность скрининга. Пол. Самое простое. Как это объяснить? Ну, не знаю, как это объяснить. Например, я не знаю, как объяснить, почему выживаемость, например, женщин в тех же стадиях больше, чем у мужчин. Это можно обсуждать, это можно объяснять, но просто следует остановиться, что пол влияет на эффективность скрининга. И на самом деле не только пол. Исследования, это опять-таки, по результатам данных НЛСТ и других ПЛСО, исследования скрининга, посмотрели, что чем выше группа риска, то есть чем больше риск развития рака легкого, тем эффективность программы скрининга выше. То есть если мы будем включать только самых пациентов с самым высоким риском, у нас будет относительная эффективность скрининга выше, чем если будем включать все население вместе. И если мы, например, поделим на 5 частей все население по риску, если мы возьмем только первую часть, мы уже предотвратим 40%. Если мы возьмем первую и вторую часть, самый высокий риск, мы уже предотвратим 73% всех смертей, которые мы можем предотвратить в результате этой программы. И дальше мы будем добавлять следующие группы меньшего и меньшего риска, и мы 88%, 99%, и последняя группа вообще добавит нам только 1% спасенных жизней. Какие критерии для этого можно использовать? Мы уже видели, что это может быть возраст, это может быть пол, это может быть продолжительность курения, наличие сопутствующей патологии, например, хронической обструктивной болезни легких, наличие в анамнезе другой патологии онкологической, наличие у семейного анамнеза, раннее начало, рак легкого у кого-то из родственников или позднее. Это все различные риски развития рака легкого. Вот они здесь представлены. Если все это вместе объединить, то можно рассчитать абсолютный риск развития рака легкого. И, как показывает у данной модели, определенная специфичность, чувствительность. Этот алгоритм неплохо работает. По сути, это тот же скрининговый тест, но основанный, как у нас любят, на анкетных данных. Тем не менее, он может быть тоже эффективен. Простые примеры, которые приводятся авторами этого исследования. Женщина 65 лет, у которой курила 37 лет, у нее риск около 10%. Мужчина 67 лет, но у которого семейный анамнез рака легкого, риск 6%. И последний вариант, например, мужчина в возрасте 73 лет, курил 59 лет, еще и в анамнезе, семейный анамнез есть, и риск достигать может 29%. Вопрос, какую отсечку мы выберем, какой процент считать необходимым для начала скрининга, это уже решение специалистов. Но это можно сделать. Собственно, похожее исследование, аналогичный принцип был как раз в исследовании, которое я вам еще приводил. И здесь у них появилась новая оптимальная кривая. И оказалось, что здесь у нас количество скринированных пациентов, которых мы можем скринировать. Здесь количество предотвратимого, то, что можно предотвратить как легкого. И вот в данных рекомендациях, которые опубликованы сейчас, по данному количеству можно предотвратить только такое количество, порядка 55%, предположим, процент смертей. Но если мы возьмем оптимальный алгоритм выбора групп риска, мы при том же количестве обследованных можем предотвратить большее количество смертей от рака легкого. И, собственно, вот здесь какие использовались показатели в данном исследовании. Это опять пол, возраст, раса, образование, индекс массы тела, сколько курил человек, наличие, отсутствие энфизема, опять семейный анамнез. То есть это уже персонализированный скрининг. И последнее, на чем я хотел остановиться, это стоимость. Вот, например, сколько стоил один обследованный, если посчитать все затраты на лечение, на обследование, в среднем в группе КТ скрининга, и сколько стоил в группе ренинологического скрининга в исследовании НЛСТ. Отсюда посчитали показатель, сколько, естественно, стоит один год жизни, рассчитанный исходя из качества жизни. И этот показатель варьировался в зависимости от пола, возраста, и достигал для молодых, например, 152 тысячи. Но был и такой низкий, как 43 тысячи для курильщиков, например, которые сейчас курят. Вообще, в Америке это взята граница около 100 тысяч, если я не ошибаюсь. И, в принципе, в Америке это считается приемлемым. Но если мы подумаем, что сколько это у нас, то это достаточно много. И многие говорили, исследователи, которые возвращались к конференции, например, АСКО и так далее, это очень дорого. Это очень дорого. И мне очень нравится, что надо всегда думать, по сравнению с чем это дорого. То есть, как говорил герой известного романа и фильма, для Тоса это очень много, для графа Деллафера это очень мало. Поэтому я бы хотел, чтобы вы критически относились к результатам всех этих исследований, оценивающих стоимость скрининга. Обратите внимание, во-первых, то, что скрининг снижает затраты на химиотерапию и затраты на лучевое лечение, что, в принципе, логично, является больше ранних стадий. Но повышает затраты на хирургию. А теперь посмотрите, какие расчеты велись в данной работе и сколько у них стоило. Мне, например, актуальна бронхоскопия, потому что я делаю бронхоскопии. Я был бы очень рад, если бы в нашей стране одна бронхоскопия стоила 400 долларов. Ну и обратите внимание, сколько стоила хирургия в среднем, опять-таки, именно в данном расчете. Теперь пересчитайте это, если вы можете, для своего учреждения, и вы получите, я не думаю, что быстро просто получите, но хотя бы понимать порядок. И другие, просто для примера, это же не единственное исследование, где рассчитывалась стоимость. Были исследования для расчета стоимости момографии, вакцинации от ВПЧ, химиотерапии. И на самом деле, вот, например, мне нравится, как хирургу, сколько стоит применить видеоассистированную тракоскопическую операцию по сравнению с открытой операцией. Ну, были исследования, которые показывали, что это тоже стоит порядка 56 тысяч долларов на одну спасенную жизнь. Хотя не уверен, что есть различия между открытой операцией и видеотракоскопией с точки зрения именно спасенных жизней. Последнее и важное, об этом говорил Давид Георгиевич, я хочу опять на этом завершить уже презентацию. Это данные расчетов, что происходило с пациентами, если они бросали курить в ходе исследования скрининга. Чем раньше человек бросает курить, вот по этой оси идет, сколько лет прошло с того момента, как он бросил курить. А по этой оси идет, сколько он курил патчик в день, индекс. Из этой трехмерной графики видно, что риск развития рака легкого снижается по обоим осям и вместе, естественно. Что происходит в группах отдельных компьютерной томографии и рентгена. Опять-таки, данные, моделирование данных, исследование НЛСТ, все того же исследования. Есть синергия действия компьютерной томографии и отказа от курения на риск смерти от рака легкого. Это очень важная, на самом деле, находка. Вот здесь она представлена. Вот группа низкодозной компьютерной томографии. Если риск снижается, например, за каждые пять лет, вот на порядка, получается у нас 38%. Это говорит о том, что совместное действие низкодозной компьютерной томографии и отказа от курения, оно может потенциировать друг друга и быть выше, чем по отдельности. Была длинная презентация, но очень хотелось бы, чтобы у вас осталось в памяти о ней следующее. Это важные моменты. Флюорография не должна использоваться для скрининга рака легкого ни в каком виде, ни в каком возрасте, ни в каких группах. Низкодозная компьютерная томография в рандомизированных контролированных исследованиях снижает смертность. Пока в одном. Ждем результатов второго исследования Нейлсона. Скрининг – это не самый дорогой способ предотвращения смерти от рака. Есть способы дороже. Пациентов для скрининга можно и нужно отбирать. Не надо глупо следовать стандартам, брать одну возрастную группу, один анамнез курения. Нужно быть более в этом отношении пластичным. И последний момент. Отказ от курения в сочетании со скринингом может быть эффективнее. Скрининг именно низкодозной компьютерной томографии может быть эффективнее в два раза по сравнению с ними по отдельности. Поэтому все программы скрининга должны включать программы отказа от курения. Независимо от того, сколько человек этот курил в анамнезе. Очень спасибо за внимание. Применение низкодозной компьютерной томографии для скрининга рака легкого. Вопросы есть, пожалуйста? Как Вы относитесь к рентгеновским методам исследования как единственному способу выявления бессимптомных периферических раков легкого? Плохо. Он сказал об этом целой лекцией. Он только об этом и сказал, что плохо. Не работает ни флерография, ни рентгенография для скрининга рака легкого не работает. Вы меня извините, Антон? Я не согласен, потому что это единственный метод диагностики бессимптомных узловых образований в легких. Антон, расскажите, пожалуйста. Речь идет, ну, по рентгенографическим методам Вы понимаете только рентгенографию и флюорографию или Вы понимаете еще и компьютерную томографию? Я понимаю рентгеновские методы исследования и флюорография, и рентгенография в прямой проекции, и в двух проекциях, и как завершающий этап все-таки компьютерная томография, ну, низкодозовая, таких аппаратов, как Михаил Иванович говорил, в России нет пока еще. Еще раз хотел бы повторить, и это одно из тех, того, что я хотел бы, чтобы это... А можно включить слайд на экран? А не могли бы включить? Рентген... Приведено было шесть рандомизированных контролируемых исследований, которые изучали возможности по снижению смертности при скрининге рака легкого с помощью рентгенографии. Ни одно из этих исследований не показало снижение смертности от рака легкого. Рентгенография неэффективна для снижения рака легкого. Как бы мы этого не хотели, это так. Я хотел бы добавить к этому, если вы не возражаете. Понимаете, в чем дело? Я считаю, Михаил Иванович считает, Иван Иванович считает. Это время прошло. Я считаю, должно быть, считаю на основании исследований, а не просто считаю. Вот об этом и разговор. Понимаете, мы же вот час длинный, очень доклад, очень обстоятельный, который доказывает, что рентгенография не КТ, а рентгенография, так сказать, и флюорография, тем более, не снижает смертности от рака легкого. А критерием, так сказать, эффективности любого скрининга является снижение смертности, а не выживаемость. Значит, это доказано. И не только мы, я не от Антона об этом первый раз слышу. Он показал шесть рандомизированных исследований, которые пока вам придется согласиться или остаться при своем мнении. Но это ничего не значит. Понимаете, вы можете остаться при своем мнении, но, по-моему, все-таки вам надо пересмотреть свое мнение, потому что оно должно быть основано на доказательной медицине, а не просто на собственном мнении. Спасибо. Сколько тысяч человек участвовало в исследовании? В этих исследованиях? Сколько? В этих исследованиях? Да. В этих исследованиях участвовало... В этих исследованиях сколько всего вы можете... Извините. Если взять эти сто тысяч на всю популяцию, то это единичные цифры, которые стат обработке не подлежат. Давайте мы не будем сейчас поднимать вопросы доказательной медицины, эпидемиологии, рандомизированных исследований. Мы можем это обсудить с вами в прошлом, чтобы не отнимать время от... Ладно, тогда как бы мое мнение... Давайте, я вам расскажу, я готов посвятить этому еще не... Посвятите очень долго. Следующий час. Я просто говорю о том, что надо спуститься с небес на землю, и сейчас рентгенологическое исследование является единственным, в котором мы можем выхватить больного в начальных стадиях. И говорить то, что оно не надо, ну, я не знаю... Значит, можно я еще один критерий привяжу? Мы говорим о рандомизировании... Мы когда выбираем методы лечения, вы... Вот вам прошло рандомизированное исследование... Вот еще раз, здесь ошибка в собой методологии, я не могу сказать их где, но... Давайте, когда вы найдете ошибку в методологии, мы с вами обсудим это, хорошо? Хорошо, мы поговорим. Все, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот в плане уточнения диагноза болезненное усиление контрастирования применялось при компьютерной томографии? Но на этапе... Да, спасибо за вопрос. Первое исследование – это низкодозная компьютерная томография. В дальнейшем в разных исследованиях разные принципы наблюдения может быть использоваться также второе повторное – это низкодозное. Может быть повторное – высокодозное, а может быть повторное – высокодозное с контрастированием. Дальше уже идет диагностический алгоритм, который принят был либо в исследовании, либо в учреждении, которое участвует в исследовании. И второй вопрос. Пункционный метод использовался при верификации, да, транстаракальный? Где-то да, где-то нет. Я показал, там только в 30% он использовался в исследовании на ЛСТ, но я хотел показать, что он может быть безопасен, и в таракальных клиниках его можно применять, и возможно даже нужно... Пункционный, да? Таракоскопический тоже использовался? Да, конечно, и это было показано в исследовании на ЛСТ, там, естественно, некоторые узлы не достать по-другому, и делалась тракоскопия, срочная, по всей видимости, биопсия. Спасибо. Вопрос отчасти провокационный, конечно, но будьте добры, на сегодняшний день для России, в ее российских действительности, вы готовы предложить эффективную программу скрининга рака легкого? Спасибо за вопрос. Я готов обсуждать исследование программы скрининга рака легкого. Давать какие-то рекомендации всем учреждениям, что нужно проводить скрининга рака легкого нельзя, потому что, чтобы получить результаты снижения 20%, должно быть высокое качество и обследования, и наблюдения, и постановки диагноза, установки стадии и так далее. То есть все этапы вот этой программы должны работать правильно. Это можно проверить в пилотных исследованиях, в небольших исследованиях, в разных регионах. Если это будет работать, если будут данные, что это действительно снижает смертность именно у нас, именно с использованием данного оборудования, данных специалистов и так далее, тогда можно постепенно разворачивать это уже на всей территории Российской Федерации. Но это годы. Коды или десятилетия. Здравствуйте. Хороший доклад. Мне чисто вот практический вопрос. Модель пациента не курит. Сколько раз в год ему нужно делать рентген легких или флюорографию? Нисколько. Вообще? Вообще. Хорошо. Курит. Сколько раз в год нужно сделать рентген легких или флюорографию? Смотря сколько курит. И мы вот пытаемся, как раз Дарья Георгиевич в этом программе тоже участвует, разработать доступный алгоритм, который мог бы быть доступен для специалистов, чтобы они могли, условно говоря, вбить те данные, которые у них есть пациенту и получить риск. И ответить на вопрос, не зная точного анамнеза пациента и не имея этой модели, конечно, так просто нельзя. Ну, точно. Однам нас пациента, нам, как амбулаторным онкологам, хирургам… Сколько он курит? И сколько, какой у него возраст? Ну, дело в том, что среднестатистически, допустим, после 30 лет люди приходят, успешные, приходят и говорят, я хочу пройти обследование, профилактические исследования, не диспансеризацию. 30 лет курит, опять-таки, мы не рекомендуем скрининг в России, но в Соединенных Штатах делается так. Если приходят пациенты, он подпадает под критерии 55-80 лет, 30 лет в анамнезе курения, бросил курить менее 15 лет назад или еще курит, нужно делать низкодозную компьютерную томографию. Опять-таки, в Соединенных Штатах. У нас надо опробировать эти методы, чтобы они работали, чтобы действительно их запускать. Я не советую сейчас заниматься всем. Из-за одной крайности не надо бежать тут же в другую крайность. Нет, крайности никакой, потому что при подозрении на образование в легкие, естественно, пациент идет на компьютерную томографию. Это уже само собой разумеется. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Именно здесь отличается ранняя диагностика от скрининга. Скрининг – это делается бессимптомно пациентам, у которых нет подозрения на рак легких. Если есть подозрения, естественно, нужно обследовать пациента. Спасибо, пожалуйста. Спасибо за презентацию. Если скрининг введен, кто будет организовывать этот скрининг? Это стационар, это врачовщие практики, это пульмонолог, кто конкретно? Это очень хороший вопрос. Но проблема заключается в следующем, что любая скрининговая программа, если, например, мы посмотрим на опыт Соединенных Штатов, проводится в стационаре. Это оппортинистический подход, но все равно это в госпитале, в стационаре. А, например, в Европе это популяционный подход. Но лучше всего, конечно, это популяционный подход, когда организовано все центрально, пациент приглашается, отбирается и производится оценка качества. Это лучший сценарий. Но в реальной жизни я понимаю, что все-таки стационары будут начинать, так сказать, предлагать оппортинистические услуги. Я думаю, что начнут все, все-таки компьютерные томографисты. Я думаю, что была очень, так сказать, плодотворная дискуссия. Спасибо за доклад, спасибо за вопросы, спасибо за высказанное мнение. Отдыхаем полчаса. Спасибо.